всем привет я нахожусь в москве меня зовут владимир вольский и это новый влог сейчас я решил проведать аэропорт внуково вот сошел на остановочку раньше валарионова проинспектировал обочину как тут все устроено потому что автобус из одессы который мы ехали за 900 гривен между прочим одесса москва случайно высадил нас на остановочку раньше то ничего страшного природа рюкзаки солнышко располагает слева болото такое посмотрим как же устроен аэропорт внуково и чем там можно заняться таки да я добрался в аэропорт мы пошли контроль в общем-то сумочек и сдать в наши сумки большие рюкзаки вот они так выглядят сдать можно только будет в 11 утра а сейчас у нас 9 примерно а посадка у нас через 12 часов поэтому у нас в этом влоге будет жизнь в аэропорту один день и жизни в аэропорту внуково и так мне удалось сгромоздиться с телегой на 3 этаж этого злачного места и здесь находятся стульчики и очень хочется найти первое что нужно туристу после туалета туалет был на первом этаже а теперь необходимо что теперь необходимо зарядки почему-то здесь я не вижу ничего похожего никаких панелек вот чтобы могло бы быть похож на заряд на зарядки на какую-то такую зону где можно зарядить телефоны или включить ноутбук и посмотреть кино следующие часов 20 вот такой вот вид на нижнюю часть всего вот этого дела вот там где надпись россия там наши места где мы сдаем багаж у нас перевозчик такой россия то лоукост новый именно поэтому решили пролететь пролететь срочно лоукост всего лишь обошелся порядка 80 долларов билет чартерный без пересадок это значит прямой рейс здесь находится кафешка гиннесс и крошка картошка обошел в чем-то весь вот этот всю эту площадку по верхнему этажу и с розетками здесь очень туго забрел я в кафешку посмотреть если здесь место для зарядки телефона а вот она так что можно в кафешку засесть и так оказалось что в аэропорту внуково розетки есть только вдоль вот той серой стены которая слева и справа муму значит они находятся возле пола и можно просто сесть на пол там по 2 розеточки есть три места и там попробует зарядиться либо в муму я только что нашел свободные места вот такая менюшка здесь есть соответственно что можно всякое покушать вот такие вот порции тут нас есть соус и тут есть суп и вот одну такую колбаску они все теплые да на печати спасибо вот так это все получилось сейчас посмотрим сколько вышло по деньгам пельмени между прочим перемешки если захочется можно поесть пирожок с капустой пирожок с мясом есть пирожки сырники вот цена написано ставьте на паузу смотрите что причем пересчитываете на удобного валюту если например на гривны почитать то это будет на 042 умножить оказалось что все стоит это триста семьдесят семь рублей ну вот она вот так вот после покупки выдают еще конфетку муму я попросил вторую потому что нас двое совершенно дали бесплатно еще и вторую пускай все это типа коровки такие конфетки и заказали мы на эти деньги капусту капусту тушеную стоит она 288 по моему я попросил колбаску получается и попросил капусты нам еще добавили солянку овощную как гарнир короче колбаски всем приятного аппетита ну да капуста вкусно после нее всегда газики поэтому будьте осторожны в самолете колбаска хорошая там жира нет практически очень вкусненькая а салат такой который добавили бесплатно лучшего не бать и розеточки то есть вот так выглядит все это телефоны gopro все это заряжается от ноутбука а дальше в тройничок в розеточку там заряжается еще powerbank еще один телефон если есть собой тройничок то можно все зарядить так давайте рассмотрим какие же тарифы на интернет в аэропорту внуково по звонкам например если мы хотим позвонить из россии например в украину то это будет стоить в среднем 25-30 гривен за 10 минут на лайв киевстар и мтс мтс 30 гривен самые дорогие остальные лайв киевстар по 25 примерно в среднем будет сниматься со счет и 10 минут начисляется до конца дня можно и выговорить в принципе это вполне нормально также если нужно пользоваться интернетом здесь интернет какое-то время бесплатный а потом становится платной требует от пятидесяти российских рублей за час и выше в зависимости какое время можно включить свой интернет например лайфовский мне появится 30 гривен за 100 мегабайт соответственно 500 мегабайт будет 150 гривен это очень удобно такие же самые расценки есть по европе всей и этого хватает для работы в почте и переписок по всяким чатам и skype вайбером удалось найти немного электричества в бургер кинге спокойную зону у нас еще и часов 10 до вылета как минимум оказывается готовят вот такой воппер на огне и картофан с сырным соусом я делал стоит это 600 российских рублей так выглядит этот бутерброд гигантский даже тяжело ухватить немножко подмок точно такой же как big tasty примерно только добавили еще стеклянную помидорочку снова я немножко освободился очень тяжелый был переезд из одессы в москву это заняло больше немножко чем сутки плюс еще высадили нас где-то в селе илларионова случайно так сказать в начале аэропорта внуковой мне пришлось идти пешком пешком очень тяжело с рюкзаками мы пошли уже регистрацию я не показывал как это происходит потому что очень устал и просто невозможно глаза закрываются а толком поспать негде из из плохого я потерял в поездке подушечку видимо где-то на заправке вышел а мне она осталась подушечка рогали как-то такая вот на шее осталось подушечка и где-то вы выронила потом сказал один из пассажиров что подушку нашли в нашем рейсе рейс обошелся 900 гривен недавно пустили рейсы и пошла раз я ездил если в россию мне нужно было лететь на блаблакар и рейс там сорвался еще что-то были приколы сейчас ехали на так сказать новом регулярном автобусе недавно пустили везде плаката у нас есть из ума не стоит 500 гривен уехать а из одессы 900 24 часа длительность рейс сейчас я в аэропорту внуково вот такой красивый типа фонтан стекающий с подсветочкой пальмы растут прям такие вот уже все хорошо есть чистые туалеты это зона уже которая duty free людей здесь нет есть зато еще уголок для деток там воспитательница есть куча игрушек и собственно тоже можно покушать и шоколадница нет нигде розеточек и единственное можно либо там помог где-то на полу сесть в двух местах возле урны это уже в зоне duty free я думаю что здесь будут розетки и чтобы подзарядиться и вай-фай вай-фай также нет он платный и пришлось подключить свой по роумингу интернет вышло 30 гривен 100 мегабайт так что не так уж и много если нужно почту про эти плане нормально duty free москву давайте зайдем томми хилфиггер посмотрим я люблю этот бренд такого плана оба стоит 57 евро в принципе недорого тапочек очень удобно единственно что производство китая но качество хорошие черные кедики где же на них цене кто на черных кедиках красная подошва стильно смотрится казалось стоит 68 вторые евро у нас такие кроссовки стоят порядка где-то 3000 гривен дютифри москву вот такой вот он всякое есть можно это купить и это подарочные наборчики конечно дороже чем у нас в этом по акции в тавре не по симпатике сколько я был во всех дютифри не ни разу ничего не спиртного не захотелось купить у нас намного дешевле вот прям сильно дешевле просто закладешь в магазин и покупаешь там по скидке у нас тот же ром например стоит порядка 10 долларов а если есть акции то бакарди окхард стоит 139 140 гривен раздел со сладостями такая прикольная мелко но мелко шоколад восемь с половиной евро и такое стоит шесть с половиной нас тот который шесть с половиной мелко стоит 70 гривен мы покупали как раз перед поездкой а зато есть такая дорожка по ней можно быстро или пройти или проехать а еще я взял с собой в поездку наконец-то стабилизатор и покажу потом съемки со стабилизатор и самая интересная часть аэропорта внука вот этот вот красивый фонтан который но там виднеется фонтанчик лучше всего тут еще есть в этом магазин тоже с едой но основном то вся еда непонятно для кого сделано может быть для тех кто с арабских эмиратов типа тогда она может и дешевле будет чем например в украине но для жителей украины все большинство всего этого можно купить в обычных супермаркетах типа тавриа в или сельпо значительно дешевле по скидкам акциям которые они присылают на почту постоянно не пользуюсь очень удобно мы сдали багаж и забрали с собой ручную кладь уже с помяточками а нас отобрали воду и пришлось покупать здесь водичку посадочный рукав через который заходят люди из самолета и выходят к этому руку подъезжает самолеты это он корректируется и люди перед переходят пересаживаются он уже на посадочной полосе несколько есть самолетиков которые ожидают это он заправляют их подъезжают там все как полагается сидение здесь удобно и но к сожалению ни одного места я не нашел вайфая и и зарядки есть как это венинговые аппараты все можно карточкой провести например я рубли не покупал вообще в этот раз и расплачиваясь долларовый приватбанковской визы без комиссии получается а доллары можно купить в черном обменнике вот последние покупал по курсу гривне 26 гривен за один доллар был черный обменники можно найти естественно на сайте минфина там есть прямо раздел черный рынок доллар это очень удобно зона где находится уже duty free непосредственно зона с которой выходят на посадку она очень тихенькая потому что сюда не могут зайти люди без билетов в этом же и прикол почему раньше был что из duty free там выносили специальные кто там ездил кто ходил и потом перепродавали дефицитные всякие вещи на час они стали уже не такие дефицитные и слишком дорогие в duty free так что их никто уже не выносит скорее всего а тогда по-моему духи что-то перепродавали что-то там алкоголь какой-то был в моде в давние стародавнее время и вот здесь собственно тихо людей очень мало практически нет можно спокойно посидеть и прелаксировать и вот этот монументальная штука сзади меня вот она вот такая штука вот она расслабляется благодаря вот этой вот траве на фама трава все это искусственно тот точно и что того искусственно а у те пальмочки вероятнее всего даже и все вот я сижу в бургер king я уже покушал заказал у нас еще очень много времени до рейса фонтанчиков с питьевой водой тут нет зато очень чистый туалет а мне понравилось заседать у нас оборудована наша ячейка и мы сидим и ожидаем нашего рейса вот такой вот купил пепси 08 таких никуда больших стаканах не видел оказалось что 08 самая выгодная по цене его я попросил обязательно без льда положить полную вот да да самое до верха видно аж темненькая без льда налили вот так вот вот стоит она 140 90 в этот раз я купил со второй карточки гривневой 90 рублей что там сняли процент какие-то комиссии так что с долларовая карточки выгодно более покупать без комиссии это самая дорогая пепси моей жизни так у нас если что стоит литр по акции 10 гривен а бывает что иногда и полтора литра стоят столько же 12 гривен вот кстати посмотрите какой у нас был фейл я специально распечатал вот такую картиночку это здесь аэропорт вот он находится такой внуково получается а здесь находится киевское шоссе вот мы ехали на автобусе я попросил высадить возле аэропорта он просто гигантский получается он начинается вот здесь где-то вот в этом куске тут какие-то еще старинном кида что ли футбол или еще какие-то там самолеты самолет там точно есть очень далеко еще из села иларионова и нас для того здесь вот вот в этом месте грубо говорят высадили и мы топали 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 сюда здесь на то на каким-то пропускных пунктах нам скажешь мы идем в правильное направление еще минут 30 и потом мы шли сюда 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 и вот здесь по обочине вот так вот зашли в аэропорт и здесь шли 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 здесь центральный вход то что все эти терминалы закрыты вот так вот здесь попали так что мы добрались пешком с рюкзаками героически 100 ноги размеры и так мы прошли весь весь этаж аэропорта и наконец-то нашли табло на котором указано куда мы летим и время посадки и наши ворота хотят также сама гейт называется выход хотят также сама указана на билете но лучше проверить на всякий случай итак летим мы вот сюда в го 2315 рейс такой-то ей 22 а это значит что билет на чартерный рейс го обошелся на одного человека 80 долларов хотя можно было за 70 купить покупал я билеты на сайте aviasales . там группа моему ссылку как обычно я оставлю в описании хотя ссылка на aviasales у меня есть в каждом видео внизу действительно можно перейти и выбрать билет не всегда там есть такие низкие цены но вот этот можете посмотреть сейчас там есть сейчас это видео выйдет на на через год в лучшем случае когда она будет там непонятно может быть вообще будет еще и дешевле этот новый перевозчик появился в россии называется он в россии со странно все это совпадение только это low cost сиденья к сожалению при покупке выбрать не удалось потом при регистрации нам уже предложили два рядышка места все билеты были раскупаны весь все потому что в среднем билет на го стоит порядка 350 и выше долларов причем 350 это когда совсем никто не летит совсем какие-то неудобные дни или уже не сезон и теперь следующий нюанс оказалось что как и в прошлую поездку в индию пошла поездка у меня был такой небольшой нюанс что меня не хотели супер пускать из того что я вел в своей визе визе анкете на визу довел данные которые были транслитом с русского языка на это самое на английский а у нас украина оказывается нужно было транслитом на украинский язык делать как в загран паспорте и даже не транслитом делать а просто четко переписать загран паспортом короче у меня был прикол что все не совпадало нужно было написать владимир с игреками я написал владимир на транслите тоже но все-таки это решила за последние секунды позвонили в консульство и индийское посольство скал добро чтобы вылетать сейчас у нас получилась схожая ошибка при получении визы и заполнял для не визу и допустил ошибку одну лишнюю буковку написал игрек вот я сказал что все совпадает все нормально и в похожий случай ситуации в интернете рассматриваются что все это решается моментально на месте через консула одним звонком и он одобряет посмотрим как будет сейчас может ли со мной полететь в паре анна погулять на гуа а может быть и не сможет и мы это все скоро узнаем как решится я сообщу уже наверно попозже не спали уже больше чем двое суток потому что имеется ввиду что перед отъездом нужно проснуться за пару часиков вызвать такси собраться все упаковать перепроверить это все очень долго и отнимает массу массу времени и конечно же потом все эти переезды не выспишься потому что автобус это можно на таможне поэтому не спали очень много меня же такое трема что как будто бы могу любой момент провалиться в сон такие уже бывают провалы там еще кстати был такой интересный бар чеханникен какой-то бар там типа пиво есть и можно сесть и квасить и также из гиннес-бар тоже можно и гиннес пиво пасть кому хочется но я не рекомендую перед вылетом потому что есть нюанс что не пропустят на эту на посадку если будешь сильно пьяный даже если ты купил здесь что-то или выпил поэтому следите за своим состоянием а там уже по прилету можете разгуляться и в самолете тоже не рекомендую тяжелый употреблять напитки до того как пропустили в страну назначения об стране назначения гуляйте по полной и уже наступил закат будем смотреть как ездят самолеты они здесь ездят и возят на маленьких машинках и ждать 4 часа время от времени посещаю комнату радости вот так это все выглядит жизнь кипит жизнь бурлит а мы будем сидеть и втыкать давай раскрасим серый мир чтобы для нас он стал цветным наполнив ярких красок ты скажешь мне что я никто я сделаю тебе назло на все